Клеточная репа Это фиолетовое кольцо, которое ничем не прикреплено к растению При посадке создаёт фиолетовую силовую клетку в виде кольца и исчезает, а затем цена на пакете с семенами повышается Солнечный боб, англ Сонбин, растение из игры Plants vs Zombies 2, It's About Time Впервые появляется на уровнях тёмных веков Общее Несмотря на то, что он ничего не делает с зомби и не приносит им никакого вреда, он очень полезное растение Когда зомби седает его с зомби не происходит ничего, но когда другие растения причиняют зомби или роботу вред, из него вываливаются маленькие солнца, количество зависит от мощности урона и от количества прочности зомби или робота Если его покормить, то зомби или робот, севший его, взрывается и из него выпадет много солнца Дуплучник, кит, растение из китайской версии игры Plants vs Zombies 2, It's About Time Общее Выглядит, как пень, к которому сверху привязана верёвка, так, что внешне он напоминает арбалет Атакует деревянными стрелами, урон которых равен 5 горошин При подкормке стреляет дождём из деревянных стрел по всем зомби и роботам, находящихся на лужайке, а в костюме при подкормке стреляет огненными стрелами, которые наносят двойной урон Описание из Альманаха В дневнике Дуплучника есть такие слова, колени зомби, 998-1000, написанные на последней странице Он получил это достижение, потому что он разбивал окна своих соседей, когда он был молод Отец его отшлёпал за это Уровни улучшения Два уровень Дуплучник имеет на 50% больше мощности атаки и здоровья, 150% от начальной, и атакует тремя деревянными стрелами Три уровень Дуплучник имеет на 50% больше мощности атаки и здоровья, 200% от начальной, и атакует тремя деревянными стрелами, Две из которых будут лететь по диагонали, а центральная – наносить каждому зомби урон на линии Четыре уровень При посадке может сработать подкармка План Цвиэс Зомби З, Джерни Ту Зе Вест Он изменился внешне, стал выше ростом, одна из его веток представлена в виде лука без тетивы, а другая – удерживает конец стрела и начинает её натягивать при атаке, на верхушке можно заметить маленькую ветку с листьями и жёлудем, и у него также видны корни, как у древофакела Его цена и время перезарядки изменились, а получить его можно только при покупке в магазине за кристаллы Кроме обычной одиночной атаки стрелами, он ещё может стрелять дождём светящихся стрел во всех зомби на лужайке Горох Орех, Англ Пианут, платное растение из игры Плант Виэс Зомби З 2, It's About Time Общее Он стреляет горошинами и защищает собой одновременно При кормлении выстреливает 60 горошин, подобно горохострелу, и появляется на себе железный шлем, подобности на ореху Прочность – 80 укусов, а деградации проявляются на 16 Ом, 32 Ом, 48 Ом и на 64 Ом повреждениях Когда наступает третья деградация, его скорострельность снижается вдвое Боулинг луковица, Англ Боулинг болт, растение из игры Плант Виэс Зомби З 2, It's About Time Общее Выглядит, как три луковицы разного цвета, бирюзового, синего и оранжевого Каждая луковица стреляет собой, нанося различный урон Бирюзовая луковица наносит урон в 2 горошины и перезаряжается через 2.5 секунды Синее – урон в 6 горошин и перезаряжается через 5 секунд Оранжевое – урон в 9 горошин и перезаряжается через 10 секунд Также эти шары может отбивать зомби-шут, и они будут попадать по растениям аналогично зомби При кормлении Боулинг луковица выстрелит три мощных светящихся шара, которые наносят урон в 30 горошин в 7 зомби в радиусе 1 клетки Гуакодил, Англ Гуакодайл – растение из игры Плант Виэс Зомби З 2, It's About Time Появляется во второй части большой пляжной волны Общие Гуакодил стреляет на суше косточками В воде не стреляет Если к нему близко подойдёт зомби, он начнёт плыть, кусая всех остальных зомби, которые ему попадутся При подкормке создаёт таких же двух Гуакодилов, которые только плывут, кусая всех зомби на своём пути Бананомёд или банановая установка, Англ Бананалаунчер – растение из игры Плант Виэс Зомби З 2, It's About Time, которая появляется во второй части большой пляжной волны Общие Является бананом с развернутой кожурой Бананомёд выстреливает банан в любую выбранную игроком клетку, который наносит урон в 60 горошин зомби в радиусе 1х3 клетки После этого он перезаряжается около 21 секунды, а после перезарядки у него снова появляется банан в кожуре При подкормке выстреливает 4 банана на любые клетки, где есть зомби или роботы, а в костюме при подкормке в китайской версии – 5 пламенных бананов, которые взрываются, нанося больше урона Уровни улучшения 2 уровень Бананомёд имеет на 50% больше мощности атаки и здоровья, 150% от начальной, и перезаряжается на 25% быстрее 3 уровень Бананомёд имеет на 50% больше мощности атаки и здоровья, 200% от начальной, и перезаряжается на 50% быстрее 4 уровень Бананомёд имеет на 150% больше мощности атаки и здоровья, 250% от начальной, и при посадке может сработать подкормка Кислотный лимон, англ, растение из китайской версии игры Plants vs Zombies 2, It's About Time Общее Верхняя часть кислотного лимона обрезана, сбоку прикреплён кусочек лимона и вставлена белая трубочка с красными полосками, через которую он стреляет кислотными каплями, нанося дополнительный урон металлическим предметам При подкормке стреляет 3 раза кислотным дождём, а в костюме кислотный дождь окрашивает на некоторое время воду в жёлтый цвет, и все зомби, находящиеся в этой окрашенной воде, получают дополнительный урон Уровни улучшения 2 уровень Кислотный лимон имеет на 50% больше мощности атаки и здоровья, 150% от начальной, и стреляет двумя каплями подряд вместо одной, а также разъедает конус зомби с конусом Уровень 3 Кислотный лимон имеет на 50% больше силы атаки и здоровья, 200% от начальной, и стреляет каплями подряд вместо одной, а также коррозия действует на каждого зомби Уровень 4 При посадке срабатывает подкормка